Незаконная акция протеста с требованием соблюдения закона. Воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса в Красных Баках и их родители вышли на стихийную акцию протеста. Дело в том, что оздоравливаться и тренироваться в этом ФОКе становится практически невозможно. Директор проводит массовые зачистки и увольняет тренеров. Причем гонением подвергаются даже те, кто воспитывает чемпионов мира и России. В поддержку тренеров выступили и родители. Родители собрались против незаконного увольнения тренеров. Обвиняют меня в том, что я употребляю алкоголь, хотя такого у меня в принципе вообще нет. Идет признатое отношение лично ко мне, то есть к моим коллегам. В районе получается остается около 70 детей без секса. Пять лет потрачено, детьми получается просто так. Сейчас им говорят поставить крест на фигурном катании. Тайский бокс, тренер по хоккею, тренер по фигурному катанию, тренер по плаванию. Дети в первую очередь страдают от солдафонских таких замашек. Пойдемте туда. Давайте выходите. Куда, ребята? Здравствуйте. А можно мы проезжаем? Нет, нет, нет. Причите, пожалуйста, руководство. Почему? Нельзя. Потому что мне сказали не пускать. Но вы не имеете права. Вы имеете права. А сейчас мероприятие идет. Чего вы? Извините, ребята, вас никак. А почему нам нельзя пройти? А почему-то с нами. Это наши представители. Представили так же с нами. Проходите, проходите. Что, тоже, да? В фигурном катании творится беспредел на самом деле. Тренера увольняются друг за другом. Детям не дают чисто заниматься. Вас обвиняют просто так? Просто так. Голословно. Голословно? Да. А почему все тренера были уволены? В прошлом году была закрыта секция баскетбола. На что он нам ответил? Ну, это же не модно сейчас заниматься баскетболом. А по тайскому боксу, вот вы тренера, почему постоянно дергаете? У него тренируется чемпион мира. Чего вам не хватает? Я не понимаю. После последних соревнований, когда тренер приступил к своим обязанностям, директор его встретил нерукопожатием и благодарностью, что молодцы победили. Его встретили очередным выговором, что задержался на пять минут. Я ушел по собственному желанию якобы. Вот, потом Кропотова уволили. Сапков выговор, Патрунину выговор. У вас такие были кадры? Вы их все растеряли за год? Когда в этом году мы обратились к директору ФОКа, что нам нужно хотя бы часа два льда детям позаниматься, чтобы не терять форму. На что директор сказал, лед продан. Для нас построили ФОК. Мы выступаем за район, представляем интересы района. Да ладно район, в Сыфтывкаре мы ездили, мы в область представляли. Был один ребенок, который ездил в Нижний Новгород, и который занял место третье призовое. Заслуги привозятся в ФОК и представляются в ФОК. Но это почему-то не учитывается в счет детей, в счет тренера, который именно подготавливает детей. Кто остановит, во-первых, эту череду увольнений, незаконных увольнений, истравлений, вытравлений тренеров? Честно скажу, вот первый раз у нас такая ситуация в ФОКе. У нас были единичные случаи с тренерами по хоккею, были, да, там, по игровым видам спорта. Но чтобы в одном ФОКе сразу по всем видам спорта, такого у нас не было. Не надо нарушать трудовое законодательство, не надо нарушать служебную дисциплину. Надо исполнять так, как это прописано в законе. Причем тут дети, не дети. Мы все одинаково предзаконно. Если я нарушу сейчас, меня минист спорта выгонит завтра с работы. Я же не добиваюсь этого. И мне советую никому. А работать согласно даже с инструкцией своих. Кстати, какого-либо конкретного решения принято не было. В Министерстве спорта Нижегородской области обещают провести проверку.